С Верой в спорт Игорь является игроком команды по хоккею с мячом. Любительского. Любительского, конечно. Мы просто приходим с работы, конец рабочего дня, к шести вечера, как обязательно, чтобы не без опозданий. Такая у нас постановка тренера нашего Анатолия, который все это организовал, наше доброе начало спортивное. И мы как бы стремимся сюда попасть на каток ИСКО. Давайте мы во всем по порядку поговорим. Игорь, давайте в первую очередь расскажите, пожалуйста, о вашей команде. Как команда сформировалась? Вот мы с вами за эфиром поговорили о том, что есть определенный костяк этой команды. Кто эти люди? Вер, мы, значит, обычные труженики рабочей России, можно сказать. Так. Трудовой России. Какое большинство? Да, какое большинство. Мы все работаем. И после работы для отдыха, ну, может, у кого-то там посменная работа, мы приходим, заряжаемся энергией вот этого катка, можно сказать. Там, потому что своя такой микроклимат создался в этом катке. И наш дружный коллектив как бы вписался. Мы как бы начинали где-то лет пять или шесть назад уже, даже не помню, ну, так вот поговорили где-то, да, пять-шесть лет назад. А вы с самого начала в команде? Они где-то год начали играть, постепенно подтягивались к основному составу, как говорится, остальные игроки. Меня даже не брали, потому что я не очень-то хорошо играл. Сказали, давай потренируйся, и через годик вписался в их состав. Потренировались и вписались. Да, потренировался, да. И игра пошла, как бы, оборона, защита, все у нас это, как говорится, прослеживается. И основной костяк, как бы, приходит еще нападение, это с бывших команд Родины. То есть бывшие игроки команды. Да, бывшие команды из Родины, они приходят. И, как бы, для своего удовольствия, для того, что они там навык-то поимели, тут нас немножко тоже потренируют. Как говорится, мы тоже за ними успеваем, бегаем, и они нас немножко гоняют. Правильно. Да. А так мы все поначалу начали потихоньку втягиваться. А вот эти игроки, бывшие игроки команды Родина, они являются вашими тренерами, или у вас есть какой-то вот свой основной тренер? Они, знаете, как нас тренируют? Они тренируют нас в ходе игры. Подсказывают, говорят, как, куда, там, что, давай сюда, там, зачем, вот. И в ходе игры мы все эти навыки воспринимаем. Они не тренируют, они просто подсказывают. Вот, и это у нас такой слаженный любительский хоккей идет. И всем приносит удовольствие. Играем, по сути-то, очень серьезную игру. Бывают даже небольшие травмы, но они как бы на пользу идут. Потому что мы все в молодости... Эмоциональному фону на пользу. Да, в молодости мы все любили что-то где-то подраться, покусаться, выходили. Здесь вот мы воплощаем свою эту энергию сюда. Вот, где-то надо же мужскому коллективу. Конечно. Да, вот. И мы здесь, вот, как говорится, у нас небольшие такие баталии. Бывают игры на кубок. Вот, чтобы не было, как бы, если одна команда проиграет, играем сразу после этой игры на кубок до трех мячей там и что-что. Вот, и как бы, чтобы удовольствие было в том, что не обязательно проиграть. Кто-то на кубок может выиграть. А что за кубок, где вы его берете? Кубок? Да. У нас такой, знаете, кубок виртуальный, можно сказать. Он у нас в голове. Ага. Да, вот. Призы такового нету, но все думают, чтобы выиграли кубок любительского хоккея. Все равно почетно, да? Да, конечно. У нас каждый день происходит игра на кубок. Это очень достойная игра, и мы все стараемся этот кубок взять. Но у нас такое воображаемое в голове. Находится, и как бы мы стараемся выложиться на все сто процентов. Игорь, расскажите, пожалуйста, первоначально, где вы получали, вот вы и остальные члены команды получали навыки игры в хоккей с мячом? Ага. Очень хороший вопрос. Потому что все навыки мы получаем с детства. Безусловно. То есть все нормальные мужчины, как говорится, дети, взрослые, они начинают играть в хоккей. То есть это настоящая мужская игра. Что футбол, что хоккей. Обязательно нужно начинать с детства. Но вы знаете, есть мнение, наверное, некоторых о том, что хоккей с мячом не хоккей как таковой. Вот, поспорьте со мной здесь, пожалуйста. А, вы имеете в виду, что хоккей с мячом, он отличается чем-то от шайбы, да? Вот, я слышала так. Да, вот. Тут идет русское раздолье, понимаете? Из-за этого его название немножко русской хоккей. То есть мы играем в очень большом поле, в незамкнутом пространстве. Играем в любую погоду, даже в мороз играем, минус 20, снег, метель. Снег, даже скребками чистим лед и начинаем выходить на лед и играем. Даже если он не убранный. Вот, сами почистим, играем. Вот в этом и отличие, можно сказать, от канадского хоккея и русского хоккея. Ну, вот, это мое мнение такое. То есть русский это раздолье, это отсутствие границ. Да, раздолье, большой простор, чтобы, да, у нас большая территория, большая. Мы должны как бы в свое удовольствие играем. Вот. Из-за этого я и называю его русским хоккеем. Хотя это, как бы, понятие уже устаревшее, но я его считаю... Но красивое. Да, красивое. И такое для нашего темы очень нужное. Потому что русского, как говорится, все мало становится. А вот единственное, что осталось, это вот пока русский хоккей. Мы его так и называем. Вот. И мяч по сравнению с шайбой, между прочим, дает сильный удар. Получается. Тоже очень опасная игра. Сильнее, чем а шайба? Конечно. Такой полет летит, что этот... Как пуля простреляет, если не в защите. Вот. Кто у нас получает травмы, сразу берем защиту, одеваем. Это, значит, шлемы, все эти, экипировка, щитки. Ну, постепенно втягиваемся. И ничего страшного. Защиту где-то кто-то покупает, кто-то по наследству достается. Играем, и все нормально происходит. Шайбы, понимаете, там борты вот эти вот, они как бы сковывают. А тут разборки. Пространство, конечно. Да, пространство погонять. Плюс еще, знаете что, борьба с природой. Да, каким-то образом. Ну, как, в метель, в снег. А, да. Тоже приходится играть. Котки открытые, да? Да, открытый каток. Только зрителей нет. Но это до поры до времени. Зрители любят, дайте что, тепло. Сейчас же люди... Тепло и какой-то экшен. Да, когда борты можно там побить. А, силовую, у нас как бы не силовой. Хоккея у нас там шайбистов очень мало. Ну, к нам, между прочим, шайбисты тоже приходят играть. Вот они... Вот тут-то силовых-то и показывают. Мы их и ругаем за это. Как в русском хоккее... По привычке, да? Да, силовой игры нету, но вот... Зато есть очень маневренность очень хорошая. Тут маневренность, реакция даже больше, чем в хоккее шайбы. Реакция очень нужная. Ну, сами знаете, как пуля летает. Полетай-ка за этой пулей. Да, 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 согласна. Так вернемся к воспоминаниям из детства. То есть вы, как и другие ребята, которые играют в вашей команде, все навыки хоккея, в частности, хоккея с мячом, получили именно в детстве? Да, в детстве. Я вот лично играл... Где-то занимались в спортивных школах? Да, у нас называлась команда «Юный шинник». И играли... Я доиграл до девятого класса. Мне этого хватило. Что там, четыре или пять лет, значит, четвертого класса. Вот я походил. Пять лет этого мне хватило, чтобы хорошо встать на коньке и играть в хоккей. А потихоньку, почему я втягивался в этот русский хоккей, бывший шайбист, и вот потихоньку приноровился. И очень понравилось. Затянула игра. То есть с мячом вам понравилось играть больше, чем шайбой? Да, с мячом больше понравилось, чем шайбой. Это я вам серьезно говорю. Да, очень такая тема, очень нужная. И любому ребенку она очень понравится с мячом больше играть. Ну, там в зависимости... Там просто, видите, реклама много у шайбы. Конечно, туда потянется народ. Чем больше рекламы, туда народ и тянется. А срекламирую хорошо шайбу, так и туда пойдет народ. Согласна. Да, и надо развивать обязательно детский хоккей. Ходил на родину, сейчас очень много маленьких детишек туда ходит. Начали наборы набирать, это очень большой плюс. Так что родина может подтянуться, но это надо ждать, конечно, годиков пять, чтобы это поколение-то подросло. Чтобы оно подросло. И активно в него вкладывается эта команда. Да, да, этот... А если она так долго-то будет расти, нам тоже не больно-то хорошо-то. Надо развивать, больше делать больших стадионов. Ну, мы с вами вообще хотели о теме стадионов отдельно поговорить, но давайте так к этому и перейдем. Рассу ж, начали. А вы сейчас тренируетесь где? Тренируюсь на каток, у нас называется ИСКА. Рядом со стадионом, спорткомплексом «Союз». Там как бы у них налаженный метод заливки. Вот очень мне нравится. Вот у меня мнение такое, что нужно обязательно, что есть где заливательная машина, и рядом находится небольшой каток, вот рядом с ним сделать большое футбольное поле. Его эксплуатировать зимой, значит, как под хоккей с мячом, а летом, пожалуйста, под футбол. У нас развито будет и футбол, и хоккей как бы на одном стадионе. Это очень большой плюс было бы. Особенно для Кировской области, где очень много снега, зима хорошо, долго держится, ну и в футбол можно поиграть, если на то пошло. Я так-то не заядлый футболист, у меня еще эта коленка после футбола не дошла. Ну, видимо, есть люди, которые из профессионального спорта переходят, в убедительские из-за травмы. У меня тоже много таких знакомых. Да-да, вот даже из-за травмы, не то, что из-за травмы, а, знаете, просто туда тянет. Все равно это все с детства закладывается. А бросить совершенно нельзя? А? А совершенно бросить нельзя? Нет, совершенно нельзя. Знаете, если человек активный, он начинает воспринимать это как его состояние души, можно сказать. И он туда просто тянет его. Даже не просто профессионалом был, а просто играл в удовольствие. И ты сейчас приходишь и занимайся, как говорится, своим любительским делом. Хобби, можно сказать, такое. Да, сейчас очень мало, у кого хобби-то остается, особенно, вот, все уходят в работу, надо ведь зарабатывать, все такое вот. И проблемы наращиваются, как говорится, с нежимкомом. А когда выходишь на каток, ты просто отдыхаешь от всех этих проблем. Вот это лично мое такое мнение. И вы еще рассказывали, Игорь, о том, что Иска чуть ли не единственный каток, который представляет возможность поиграть команду вот именно в хоккей с мячом. Да, на сегодняшний день для любителей хоккей с мячом Иска единственный каток. Так, Динамо у нас для конкобежцев и просто для, можно сказать, покатушек. Также и Родина остается для профессиональных. И там на Родине еще играют такие любительские команды, как вот Свисток есть, я слышал, Пилот. Вот такие вот они, ну, им тоже урезают сейчас с полем, ну, со льдом. Там как бы проблема стала по времени. Им как бы раньше разрешалось там после девяти погонять мяч, но сейчас все меньше и меньше становится времени. Вот, любительские команды, они как бы существовали, их очень много, но сейчас они уходят как бы на нет. То есть их надо поддерживать и выдавать лед. Но лед стало меньше, потому что стало больше желающих, начиная с молодежи. Желающих именно игровых видов спорта. Да, вот именно играть в хоккей с мячом. Ну, как бы наборы-то идут, они как бы, как я понял, они бесплатные занятия, но экипировку надо покупать. Самому все, клюшки, обмунирование. Вот, ну, все равно малышня тянется. А дорогой это спорт? По экипировке он по сравнению с шайбой, ну, можно сказать, в два раза дешевле он, подешевле идет. Да, так что можно даже и в три. Там можно и бушные вещи набрать, так что можно и подешевле искать. Ну, сколько примерно, давайте посчитаем, обходится вот именно любительское занятие, ну, вот именно в ранге любителя? Ну, для подростка, да? Ну, давайте примерно для подростка, да. Так, для подростка там клюшка около 500-700 рублей. Она в спорттоварах, без проблем, на Октябрьском проспекте эта клюшка всегда есть. А так остается шлем, самый дорогой шлем и защита. Ну, в основном шлем, там, что, около 5000 даже могут доходить от трех. Ну, бушные вот можно без проблем найти за полторы тысячи хороший шлем. Ну, самое главное, чтобы еще это, этот был, как его, ну, маска-то, как его называется-то, шлем. Ну, ясно, то есть специальный шлем. Да, с защитой такой, для лица. Вот, и что у нас? Остаются краги, ну, в хоккейных называются шайбой, как краги. А что это? Это перчатки такие, тоже очень нужная вещь. Вот, в основном есть защита на коленнике. Вот мы играем у нас в основном вот это вот, защита на коленнике и перчатки, и шлем. И все, вот это удовольствие, оно где-то будет в пределах, там, если шлем за полторы найдем, так, что, не больше трех-четырех тысяч. А коньки? А, коньки, я, знаете, почему коньки не считаю, потому что у меня их две пары. Ну, вот, это у вас две пары. А ты должны быть какие-то специальные коньки? Мы играем, я вот с шайбой, которые играл, и те остались, есть у меня и для хоккея с мячом, там, без запятника такие хорошие тоже. То есть специальные вот для хоккея с мячом? Да, вот, байеры у меня, они очень дорогие почему-то, в свое время покупал, дорого обходились. Вот, а сейчас вот мало их выпускают для хоккея с мячом, ну, без проблем, можно и в шайбу играть, коньки тоже нормальные. То есть пластиковые такие, да? Почему пластиковые? Нормальные хоккейные коньки, они для персоналов и для любителей, они где-то полторы тысячи можно найти, там, в распродаже летом купил, пожалуйста, катайся. Их надолго хватает точить, раз в год я вам точу, ничего страшного, хватает на точилке-то. Возвращаемся к каткам, да, проговорили мы ситуацию, что на самом деле довольно-таки мало катков, где можно покататься командами. То есть мы сейчас перед такой ситуацией, что если есть желающие организовывать команды, собираться где-то играть, то получается физически и площадки такой нет. Да, ну, площадка ТНС, Искош, вот эта площадка, она очень нам нужная, и очень мы из-за нее, как говорится, вцепились, как говорится, всем, чем можно. Всей командой. Всей командой, да. Главное, чтобы ее не потерять, если ее даже не будут, там, не разрешат нам в хоккей играть, больше нам хоккей-то и негде. Останутся только коробки во дворах, которые тоже, как бы, должен, образом-то не убираются, а как бы все на воле добровольцев, которые там почистят, позаливают. Тут мы хоть 120 рублей платим, но входит туда и чистка, по сути-то, и заливка, и плюс гардероб, теплая раздевалка, вот это самое еще необходимо. Освещение, да. Освещение немножко страдает, нужно, как бы, чтобы побольше, вот как на родине, такое бы освещение, такие прожекторы вообще супер было бы. Вот, музыки там, можно сказать, не обязательно, а вот освещение бы желало бы лучшего. И вот, и таких стадионов, как Иска, нужно их стараться развивать. Чем больше мы их построим, тем больше у нас будет здоровых людей, начиная с молодежи и заканчивая даже пенсионерами. У нас в команде ходят, играть даже в хоккей пенсионерами. Они любители играть. А какой возраст? Возраст, пенсионный возраст. Мы уже, вот в том году он вышел на пенсию, сейчас говорю, Виталий, Виталий молодец, ходит, нас посещает Александр, тоже пенсионер. Все, стараемся, как говорится, их больно-то не обижать, чтобы они играли. Так что приходят. Мне кажется, они сами еще кого угодно могут обидеть. Да, 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 они такие жучки такие, будь здоров. А еще приходят девушки. Да, в том году приходила девушка. У нас вообще супер хорошо гоняла. У нас же хорошая команда родины была у девушек. Так, Игорь Валерьевич, подождите, Юрий Валерьевич зовут Бушуев. Очень хороший тренер был, организовывал малышей, девушек, подгонял. У меня просто дочь туда ходила на хоккей с мячом. Очень хороший тренер ее, первый такой любимый тренер был. Потом, значит, Игорь Загозкин перешел, и он сейчас тренирует молодежную, можно сказать, родину, команду. Которая начинает что-то, может, получится у нее что-нибудь, у команды. Ну, не знаю, я говорю, надо опыт, он, как говорится, набирается с годами. А в молодежном чемпионате у нас хорошо, так-то родина играет, молодцы. А все зависит от костяка. Вот костяк, который есть в родине или где-то на катке у нас. Вот Анатолий очень молодец, такой продвинутый мужик. Все, у нас смс-ки хорошие посылает, когда там хорошая игра. Подбадривает, да? Подбадривает, да, давайте, приходите, все, чтобы у нас супер-пупер, все, не игра, супер, чтобы настрой такой дает. И мы все туда прямо бежим. Ну, конечно, если что-то там важнее-то нету, дома не задержат. Супруга, жена, там, дети, еще что-нибудь. Тогда остаемся дома. А так вот обязательно идем, играем. Основное занятие у нас сейчас идем просто для здоровья и для общения. Да, идет у нас общение очень хорошее, там, все темы можем обсудить. Такой небольшой коллективчик собрался, так что все можно обсудить, любую тему. Где-то я читала, вот когда готовилась к программе, о том, что любительский, в частности, хоккей с мячом, это самый искренний спорт, это самые искренние игры, это самые искренние эмоции. Да, то есть очень сложно представить, когда человек после трудного рабочего дня еще выходит и выкладывается на полную на катке. Вот расскажите, каково это. Да, вообще ужас какой. Знаете, до того 11 уже все готов идти, а потом бах, нет, что-то не могу. А потом, нет, надо идти, там же мужики ждут. Потому что, знаете, что бывает, что если мало придут, там надо больше работать, понимаете? И ты уже идешь, поддерживаешь, как бы, вот уже команда ждет, надо прийти, выложиться. Нехорошо, когда там мало придут, там уже много работы. Из-за этого мы идем, как бы, настрой, конечно, он должен быть, вот, в этой жизни сейчас очень трудно, хороший настрой-то иметь. Вот, но когда приходишь уже туда, даже если с негативными какими-то моментами или еще что-то, ты уже там постепенно настраиваешься на позитивный лад. От самого удовольствия этого хоккея. Конечно. Да, вот это удовольствие хоккея, оно приносит всегда большие плюсы в моральный настрой. Материальный, конечно, не принесет, а вот моральный настрой, он вообще, а самое основное это в нашей жизни, это моральный настрой. Что, моральный настрой будет, мы заработаем хорошо и будем двигаться вперед, как говорится, а не назад. Сидеть не будем, пойдем куда-нибудь еще дальше. Да. Да, вот, из-за этого, я считаю, нужно, потому что сейчас у нас же там еще и приходят другие товарищи. Шайбисты там, они тоже поиграть хотят. Вот, и каток-то делится на две части, одни просто катаются, другие играют в хоккей. Вот, а мы хотели бы на полном поле поиграть. Вот, чтобы у нас, видите, народ-то скапливается и уже в полную нагрузку, то есть 10 на 10. Плюс еще есть ворота хорошие, воротарские поставить, вообще супер было бы. Вот, а такого, в общем, у нас нету. Мы играем же на полкатка, полкатка всего играем, да. А так вот мечта, чтобы на полный каток поиграть. Вот, пока такого шансов нету, потому что каток единственный, и так нам позволяет, вот, полкатка мы занимаем. Поиграйте. Ну, будем надеяться, что вас услышат, да, сегодняшнюю программу услышат, те, кто нужно. Да, хорошо, вы услышали, а так вот вообще супер, когда три раза в неделю, у нас же, мы же ходим, вот, три раза в неделю, понимаете, вот, чтобы удовольствие-то получить. И самое главное, чтобы хватило этих, как говорится, сил, и чтобы мужики-то не терялись, мы их всегда поддерживаем. Вот, на поддержку, там, можно сказать, ну, в разговорах идет в основном, как бы, такая небольшая поддержка. Там они свои, там, проблемы, там, рассказывают, то, все, и, как бы, уже интересно уже нас. Кто еще поддерживает, супруга или кто там, вот, а мы их поддерживаем, и все, за поддержкой к нам идут. Такой психологический клуб еще получается. Да, психологический клуб, тоже хорошая, да, тема. Вот, поговорить есть о чем. Ну, в основном, да, о хоккее разговариваем, об игре, как кто сыграл. А как проходят ваши тренировки, расскажите. Проходим, так, разминочку придем, потихоньку все подтягиваются, кто опоздаешь, опоздаешь. Разминка, что называется, в сухую, да, то есть не найдут. Да, ну, иногда там поиграем между собой, мячики носим с собой. Вот, а так вот размялись и начинаем сразу играть. У нас шесть начала, как строго обязательно, кто опоздал, потому что штрафные санкции идут. Такие нелестные, такие слова. Что, опаздываем, почему нельзя опаздывать? Это как на работу. То есть словесный выговор мотивируется, да? Да, словесный выговор такой. Очень этот, и стараемся не опаздывать. Ну, там, конечно, бывают пробки же, сейчас же зима, пробки возникают, приезжают, опаздывают. Но все равно приходим, в команду вписываемся и играют потихоньку. Вот. И самое главное, чтобы это, заряд энергии получить. Да, да. Да, заряд энергии получаем, и дальше можно работать. Конечно, устается, а куда деваться-то? А сколько тренировок длится у вас? До полдевятого играем. До полдевятого, то есть два с половиной часа? Да, самое удивительное, я все удивляюсь, мы заканчиваем игру полдевятого. Даже и на кубок, когда играем, у нас все так, как будто раз, полдевятого уже концовочка. Неожиданно. Да, неожиданно. Вроде быстро играем, время идет. Как будто бы играли там полчаса, а на самом деле мы, получается, с шести до полдевятого, это что у нас получилось? Да, хорошее время. Два с половиной часа? Два с половиной часа. И самое главное, без перерыва ведь. У нас первый вток, когда мячик в Сугуро полетит. Ищем его. Так сразу быстро отдыхать. Отдохнули, или мячик куда-нибудь укатился. Так вот тогда и отдых. А так все на ногах. Я сам даже удивляюсь, как это мы так долго стоим. Споказочная сила есть. Двигаться можно. Давайте подытожим, Игорь, еще раз. Что для вас, для команды хоккей с мячом? Почему именно хоккей с мячом выбрали? Хоккей с мячом, я уже сказал, что все закладывается в детстве. И лично меня, что касается, я как бы именно зимний вид спорта очень уважаю хоккей с мячом. А команда, я вам уже сказал, что все в основном ходили раньше на хоккей. Все это закладывается с детства. И то, что человек научился, он воплощает потом, можно сказать, до старости, до пенсии, до смерти, можно сказать. Если не хоккей придет, играет, так болельщикам придет, поболеет хоть. И то уже какой-то плюс идет. А так летом, пожалуйста, велосипед, пляжный волейбол очень люблю, вообще супер гонять. Обязательно, чтобы было открытое пространство. Свободы. Любой вид спорта развивает человека свободнее, чувствует себя свободнее, когда он на природе. Именно связь с природой идет такая. Вот я считаю, именно хоккей с мячом, он развивает связь с природой. Такой взаимосвязь, да, такая гармония. Скажите, пожалуйста, вот вы говорили про болельщиков. Вдохновляет ли вас, в частности, вашу команду, игра нашей профессиональной команды? Мы всегда обсуждаем эту тему, как там, что выиграли. Ну, знаете, мое мнение такое пошло, когда какие-то, особенно, знаете, какой-то матч был, 9-11, свои ворота заклепали. После этого момента что-то игры перестали быть хорошие. Там они как-то автоголами считали. Какой-то пошел внутренний передряг в русском хоккее. Не знаю, кто там начал это развивать, эту тему. И потихоньку даже команд стало меньше. Я смотрю, в Лидии там было раньше 20 с чем-то, сейчас что-то 12 или что-то. Чуть ли не в два раза сократились команды. Вот, все меньше становится. Вот, ну и игры, значит, как бы мы, вот наше мнение, Родина должна существовать. И пусть даже в таком составе, что сейчас, пусть даже на последнем месте, но куда деваться-то. Потренируемся еще годик-два и будем... Там молодежь подрастет. Конечно, и в тройку должны войти. Но терять, знаете, как бы я считаю, наш такой фирменный конек вятки Кирова, Родина. Ее нельзя, как говорится, со счетом. Родину не затерять. Да, она должна у нас всегда оставаться. И не списывать, а именно у нас должна существовать. В каком бы качестве она пока ни была, она потихоньку будет развиваться. И, конечно, спонсирование должно... А, вот по поводу спонсирования. Мое мнение, должны спонсировать именно заводчане. Заводчане. Очень много заводов у нас. Почему-то их, как я понял, отказываются их спонсировать. Может быть, кто-то сверху там или им говорит. А так бы, вот если бы директор предприятий, и вот рядом же там и Лепси, и сколько там предприятий, и ОЦМ находится, с удовольствием поспонсировали. Не знаю, почему. Не хотят, или там дети их не занимаются. А так бы обязательно нужна именно спонсорскую помощь от предприятий. А предприятиям я бы на уровне правительства сказал бы, что даже орган какой-то выдавал, что такие молодцы, что спонсируются благотворительностью, занимаются. У нас в царские времена раньше такие были, меценаты, что спонсируют хорошее начало. Какие-то стройки, культурные заведения. Даже можно освободить от налогов. И все. Может, и так вот быстрее бы развилось бы у нас все хозяйство. Спортивное, культурное. Главное то, что подобные команды и их действия провоцируют, получается, любителей на то, чтобы они тоже вставали. Как вы говорите, из дивана вставали и ходили, шли заниматься спортом. Сейчас же, видите, как по поводу, сейчас же у нас интернет, телевидение, оно же как бы нас все затягивает. Проще нажимать кнопки, чем, допустим, клюшку поднять. Проще нажать кнопку. Но такого не должно быть, потому что человек в этом плане может немножко деградировать. Он деградирует, и если у него физической зарядки нет, как говорится, развитие, он просто-напросто, и не то, что физически, он умственно может деградировать в этом плане. Так что обязательно нужно поддерживать этот любительский спорт. Согласен с ним. Потому что даже если на предприятии работает человек, он же там тоже немножко как зомби, там все одно и то же. Конечно, нужно отвлекаться. А тут он как бы, и просто, и производительность у него лучше будет, если он сыграет с нами в игру. Например. Да, 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 на кубок вообще супер было. Да, да. Игорь, вы еще стихотворение с собой принесли, хотели зачитать. Да, и меня очень, ну так, ну так. Ваше творчество лично? Да, небольшое такое. И так исполняется впервые? Да, впервые для русского хоккея. Я посвящаюсь стихотворению и, конечно, нашему незабываемому и очень нужному человеку Анатолию. А ну-ка, клюшки подвысь, мы все на льду родились, мы все на льду родились. Наш атаман удалой, он хоть на голову седой, но такой боевой, Что с ним мы в бой всегда пойдем и радость жизни себе вернем. Сплотив нас дружный коллектив, хоккей с мячом никогда не будет забыт. Ура! Браво! Браво! Спасибо большое! Ну, на этой положительной ноте предлагаю нам сегодняшнюю программу и закончить. Это была очень необычная программа. Впервые у нас в гостях был именно представитель любительской делегации, да, в частности, хоккейной лиги. Я бы так назвал хоккейную лигу, но я хотел бы, чтобы она существовала, это постоянная хоккейная любительская лига. Конечно, все будет развиваться. Игорь, это в наших с вами руках. Да, я уже сказал, что именно нужно создавать стадионы, которые можно играть летом в футбол, зимой хоккей, и у нас развитие будет и футбола, и хоккей. Все просто. Большие поля, да, большие поля делать. Итак, сегодня мы говорили о любительском хоккее с мячом, о русском хоккее. Да, в гостях у нас был Игорь. Игорь, спасибо большое, что пришли, рассказали за стихотворение, спасибо отдельное. Да, и ждем ваших побед. Вера, вам тоже большое спасибо за вашу передачу. И всем слушателям большое спасибо, что слушали. Не забывайте, русский хоккей приходите. Не только с клюшкой, но и поболеть за нас. Болельщиков не хватает. Да, всего доброго. Всего хорошего. До свидания. С верой в спорт.